обеим командам ничья фактически не нужна конечно это лучше чем поражение оставляет какие-то шансы для определенных задач немножко разных конечно задать разных задать но ничья такая боевая наверное даже сверх боевая вот от него слишком много очков у нас хозяев что могу сказать очень много нам влетела весенней части чемпионатов рикошетов или ударов каких-то слету невероятных три удара слета и 2 с рикошета прилетела за это время я говорю прямо вот таких вот важных очков и голевых эпизодов ну и сегодня к сожалению такой же гол проглотили свои рикошеты не забили плюс еще пару очень хороших моментов сумасшедших моментов конечно у хозяев тоже что-то было моменты были наверно мы сегодня были острее ближе к победе но сразу ничем и сейчас обе команды не просто расстроена очень раз пожалуйста вопрос что именно помешало нашим ребятам реализовать все то то что было знаете ну вообще так вот игра шла отрезками знаете вот мы забили голы после этого по счету попытались играть я бы не сказал что у нас вот концовка первого тайма получилось потому что мы какие-то вот потери поле сложные она очень влажные там конечно очень сильные дожди были вчера вот и высокая трава как-то мы недолго к нему приспосабливались и наверное только во втором тайме у нас мяч покатился но во второй тайм начался прямо первая же атака даже минуты не прошло когда мы уже пропустили гол во втором тайме мы играли правильно мы играли быстро агрессивно в какой-то наверное середины второго тайма понимая уже что нам очень важна победа как и хозяевам обе команды искусственно разорвали игру без середины поля большими такими на большом очень пространстве начали играть ну вот в этой игре наверное преимущество скорости у нашей команды проявилась пожалуй это было выгодно и мы понимали что факел не может играть другой футбол надо обязательно рисковать и забивать для зрителей конечно это очень интересно но не все мы здесь сыграли так как хотелось бы потому что пространство было много и на этом пространстве мы должны были больше моментов создать очень много было простых невынужденных потерь через час в любом случае наверное вот что не получилось вот трудно сказать вот именно конкретно один элемент но вот количество потерь которая у нас была она немножко помешала чтобы мы сыграли понадежнее в контроле в мяче казалось что ваши ребята избегали простых решений где можно вот они выходят где можно проще вот эти вот начинаются какие-то стеночки я полностью согласен с вами мы играли поле оно было непростое а мы стали играть так как будто мы на идеальном поле где но факторов таких случайностей мы могли бы избежать и здесь узнаете это вот это опыт определенный умение быстро приспособиться поле чем техничный футболист чем опытный тем меньше у него ошибок в таких ситуациях тем быстрее он приспосабливается к таким ситуациям вот я не скажу что у хозяев не было таких ошибок но учитывая что вот те допустим по второму тайму когда мы доминировали эффектные решения тут вот эти не нужны нужна была надежность этого простота честно говоря именно об этом и в перерыве говорили вот его втором тайме стало лучше но но недостаточно хорошо раз мы не выиграли еще вопросов и вылетать сделан потому что он из воронежа потому что он из воронежа потому что он забил предыдущем матче 4 гола и отдал передачу и потому что у нас два полноценных футболиста на эту позицию и в силу там удаление травм двух которые его прям преследовали на этот на этом отрезке он цыпченко не играл стартовом составе ни одной игры а все остальные но там кроме одной по травме тоже играл трудников поэтому наверное как-то пытались и угадать и состояние смотрели и в том числе мы не можем не развивать такого футболиста как у вас отличная молодая команда и показалось что парни играя на победу на эмоции захлёстывали одного двух человек опытных в составе которые могли бы чуть-чуть управе потому что было видно что вся командный от вратаряда нападающий ну конечно сейчас пример а якса показывает что то есть у них когда несколько лет назад играли только молодыми футболистами у них много было молодых перспективных но не было результата потому что не было определенного баланса не было тех вот футболистов достаточно опытных которые могли бы направить игру действительно так вот тактическом плане грамотно сейчас эмоционально я согласен здесь мы нас немножко перехлестнуло и нам не хватило вот опытных футболистов но у нас вот такие внутренние правила в клубе чертанова говорят о том что мы не привлекаем футболистов со стороны а так как академия у нас вот в таком режиме работает не так давно и опытных футболистов как условно блинда в аяксе у нас нету да у нас есть футболисты которые там других клубах но они сейчас востребованы там условные там зуевы там тимофеевы зиньковский этап крошу но все-таки в этом матче у нас вот даже два человека играла там 25 лет вот поэтому это для нас уже все равно ну такие футболисты которые должны влиять на молодежь вот и они это пытаются дело все в силу своего опыта и мастерства ну согласен что это футболисты не прошедшие условно премьер-лиги или опыт большой фнл это футболисты которые вместе с нами поднимается из фэнэ из пфо и старой лиги сюда еще один вопрос сказали об одном вороческом игроки а пашиков у вас тоже играет весь сезон замены чтобы можно судить пары владислав паршиков да он играет беззамен он лидер в команде фактически здесь он один из самых таких ветеранов кто с первого дня играл в команде по количеству матчей наверняка один из лидеров вот для себя хороший сезон потому что этот сезон был для него тоже шагом вперед как и для всех ребят никто из них раньше фнл не играл раз он играет все матчи в стартовом составе и в общем то наверно по таблице не стыдно не взглянуть вот значит он на своем месте играет хорошо